Последние 2-3 года я все чаще встречаю статьи и информацию по поводу того, что жанр MMORPG умирает. И вот я сейчас решил сам проанализировать, а насколько это вообще соответствует действительности. Говоря о MMORPG, первое что приходит на ум – это WoW. Да, есть Guild Wars, Lineage, Zelda of Scrolls Online и прочие проекты. Но пока или уже они еще не подошли к феноменальному коммерческому успеху WoW. За все время существования мира Варкрафта заработал более 10 миллиардов долларов, а та же ПК версия линейки около 5-6. Во всех топах текущих лучших MMORPG разные издания всегда на первое место ставят WoW, как лучшего или единственного крупного представителя данного жанра. Его доля рынка среди аналогичных игр с подпиской оценивают более чем в 30%. И так уже порядка 12 лет. Понимая, что WoW сам по себе уникальный в своем роде проект и своим успехом во многом обязан популярности серии игр Варкрафт, ну и просто подходящему моменту для запуска, мы все же начнем разбор ситуации с данным жанром именно с примера этой выдающейся игры. Да, все игры создаются с целью заработка денег их владельцами. Это нормально для любого бизнеса. Но если MMORPG как жанр умер, то почему WoW держится на плаву? Ну правильно, он же приносит деньги. Ну так ли много? WoW рекордсмен в части количества подписчиков, а это важно, так как подписка является значимой частью прибыли игры. Близзы уже с 2015 года не говорят точных цифр подписчиков, поэтому далее все будет приближенно. Сейчас по разным оценкам их общее число находится на уровне пяти с половиной миллионов человек. Хотя в 2010 их было аж 12 миллионов. Рекордный период времен Короля Лича. Тогда WoW приносил больше 2 миллиардов долларов в год только с подписки, а для 2010 года это почти половина всей выручки компании Blizzard. Но начиная с 2011 и вплоть аж до 2016 их число в среднем только падало. Небольшой прирост наконец-то был замечен только в легионе. Сейчас только на подписчиков WoW зарабатывает около одного миллиарда в год. И это уже в лучшем случае одна седьмая всего прихода денег метелицы. Да, конечно, эти цифры не учитывают транзакции в магазине и покупку новых дополнений, но все мы понимаем, что это не даст супер прироста. Казалось бы, один миллиард долларов. По сегодняшнему курсу это более 65 миллиардов рублей. Ну, сумма бешеная. Так ведь? И да, и нет. В сравнении с другими проектами типа Guild Wars опять же, WoW приносит раз в 10 больше денег, но это на PC. А ведь есть и другие платформы. Чтобы было нагляднее, Lineage 2 Revolution мобильная MMORPG зарабатывает с донатов примерно столько же, сколько и WoW со всей своей подписки. Значит, жанр жив? Хороший вопрос. Но тогда приведу в пример проект того же Blizzard, точнее принадлежащий им компании King с их замечательной, великолепной игрушкой Candy Crush. Нет. Ведь только на донатах за год это лопанье сладостей заработало тот же самый миллиард долларов. А вся компания King принесла в казну метелицы больше двух миллиардов. То есть, скорее всего больше, чем WoW со всеми своими доходами. А ведь Candy Crush это мобильная игра жанра Мэйч 3. Только подумайте, мы сравниваем WoW и Candy Crush. Как вам это? Блин, но как же так? Ведь Ла 2 Revolution это же пример успешного запуска, ну как бы нового MMORPG. Опять же, увы, но нет. Это скорее говорит о бурном развитии мобильного гейминга, который в сочетании с успешной в прошлом франшизой может очень неплохо выстрелить. У мобильного гейминга сейчас самые быстрые прогнозы по росту — порядка 27% в концу 2018 года. У тех же консолей — это 4%, а у ПК — полтора. Нравится вам это или нет, но вероятнее всего мобильные платформы уже в этом году вытеснят с пьедестала совокупную аудиторию PC и консолей, заняв больше половины всего игрового рынка. Другой же свежий проект Blizzard — Overwatch. Еще в 2017-м показал уникально для компании цифры в плане роста выручки, обогнав тот же CS GO и уступив лишь папку в жанре Pay-to-Play для ПК. Это самая быстро растущая франшиза в истории Blizzard. В плане заработка еще ни одну MMORPG не обогнала WoW. Да, что говорить, из всех текущих не MMORPG игр только League of Legends рвет любые другие проекты своими цифрами. Игра принесла своим владельцам более 2 миллиардов долларов за 2017-й. Это, к примеру, в 3 раза выше того, что LoL приносил в 2014-м. Нехилый рост. Неудивительно, что на сегодня LoL — это, пожалуй, самая прибыльная игра в мире. WoW же в данном смысле за 4 года ничего особо не прибавил, если не потерял. Но вот Overwatch за счет роста рынка киберспорта может чуть ли не в 2 раза еще и приумножить свои доходы, обогнав как WoW, так и LoL. Так что Overwatch выглядит, мягко говоря, перспективнее нашего старого доброго варика. Говоря в общем, я бы выделил три наблюдаемых тренда в геймдеве — сессионки, киберспорт и внутриигровые покупки. По всем трем пунктам WoW морально устарел. Ну почти. И игра держится во многом за счет своей франшизы преданной аудитории — фанатов, которые то бросают, то возвращаются в игру, обеспечивая Blizzard удовлетворительный доход с этого проекта. Лора Warcraft конечно очень сильный и игра еще жива, но это пока что. Так, думаю тему WoW мы исчерпали, но MMORPG ведь не равняется WoW? Ведь так? Тогда почему же за все время существования WoW не выросло ни одного аналогичного крупного игрока в данном жанре, а его предшественники в основном ушли в небытие? На этот счет много мнений и версий. Я выделял основные и сейчас про них расскажу. По одной популярной теории, главная проблема в том, что в жанре не появилось и до сих пор не появляется каких-либо значимых нововведений. Причина заключается в том, что другие разработчики игр долгие годы лишь пытались сделать клоны WoW вместо того, чтобы попробовать создать что-то реально новое в этом жанре. Почти все подобные проекты провалились. Ну рано или поздно. В лучшем случае они просто перестали как-то развиваться, найдя свою небольшую нишу. Да и при этом подобные игры наносили таки урон WoW, ведь хоть какую-то часть онлайн игры они забирали вместе с собой на дно гейм индустрии. И показывая посредственные финансовые результаты, они точно отбивали всякое желание у других разработчиков, пытаться что-то еще сделать в этом жанре. Что касается предшественников, WoW был реально крут для своего времени, с мощным лором, в который миллионы мечтали окунуться с головой. Ну и техническая игра была хорошо оптимизирована, продумана. Это и перетянуло туда кучу игроков со всех других игр. Хотя конечно тут есть миллион разных мнений и истину уже будет трудно определить. Что еще добивает гвозди в крышку гроба MMORPG? Смена поколений. Старые олдфаги, которые в свой пик игровой активности и составляли значительную часть аудитории MMORPG, уже мягко говоря постарели. Это ведь неизбежно. У них как минимум стало меньше времени на игру. Но несмотря на казуаливание, любое MMORPG по-прежнему требует большой отдачи временных ресурсов со стороны игроков. А у них уже работа, семья. А это именно те, кто как раз привык, что уже просто за доступ к игре нужно платить. То есть подписка это норма. Кто же пришел на смену олдфагам времен Водилы? Новое игровое поколение Z, рожденных примерно в начале нулевых, которые считают для себя самим собой разумеющимся, что игры, стоившие охрененных бюджетов на этапе продакшна, должны быть бесплатны. А вы тут еще какую-то платную подписку суете. Также и ритм жизни уже другой. Все очень динамично, не постоянно, поэтому сессионный формат современному игроку ближе и удобнее. В этой связи мобы и нашли свою популярность. Хотя и в этом жанре я не вижу каких-то супер открытий за последнее время. Новый тренд же – батл рояли. И тут вырвался вперед фри-то-плей проект Fortnite. При этом и PUBG и Fortnite оперативно перешли на мобильные платформы, показав там также неплохие результаты. Из последнего абзаца выводится следующая формула успеха – фри-то-плей, соревновательность и мобильность. Вот что нужно. Хочется посмотреть на еще один показатель – долю игр на видео и стриминговых платформах. Смотря на аналитику твича, мы видим, что MMORPG не отличается популярностью. Из всех игр в первых десятках рейтинга там, о неожиданность, только WoW, который в лучшем случае входит в топ-10 и остается там на последних двух местах, двигаясь то вверх, то вниз от месяца к месяцу. Да, с выходом каждого нового дополнения, WoW на некоторое время забирается повыше в топ, но потом все равно стелятся под батл-рояли, мобы, да и свои же собственные проекты от Blizzard, Overwatch и Hearthstone. Почему же так? 5,5 миллионов подписчиков WoW – это, конечно, хорошо, но в сравнении с тем же Hearthstone, в который играет более 70 миллионов игроков или лол, где их насчитали аж 80 миллионов по итогам 2017-го – это очень мало. Даже YouTube-комьюнити по WoW – ничто в сравнении с тем же Лолом. Много ли вы знаете популярных ютуберов по Варику с аудиторией больше миллиона подписчиков? Ну, сколько? Ну, назовите хотя бы одного. А их просто нет. Максимум какой-нибудь Свифти со своими 700 тысячами, а вот по Лолу есть YouTube-каналы по 2-3 миллиона фолловеров, причем не один. Ну, сравним-ка теперь официальные каналы у игр на ютубе. Ну, конечно, так себе метрика, но все же. У WoW за почти 12 лет существования канала – миллион 100 подписчиков и 370 миллионов просмотров. А у Лол за 9 лет – больше 9 миллионов фолловеров и 2 миллиарда просмотров. Мне кажется, все-таки разница есть. Так много было инфы, но пора уже переходить к главному и делать выводы. И это самое сложное. Мое мнение следующее. ММО и РПГ все еще живы. Правда, уже обулись старую обувь, подтянули к себе костыли и медленно-медленно ковыляют к своему концу. Но все же проживут они еще несколько лет, вот увидите. Конечно, они уже не занимают какую-то значительную часть игрового мира. Их доля на рынке сильно меньше, чем у других более зрелищных и, если хотите, более соревновательных жанров, которые явно ближе по духу текущей основной прослойки геймеров. Живые ММО и РПГ проекты никто не будет сворачивать, пока они профитны. Но никто уже не стремится делать клонов или убийц Вова, ведь это становится слишком рисковым бизнесом. Полно примеров неудачных инициатив. Гораздо выгоднее собрать, к примеру, команду из 20-30 разработчиков, дизайнеров, замутить какой-нибудь мобильный фри-то-плей мэч 3, подкрутить к нему хоть какой-то лорчик, продумать систему донатов и вперед, продукт готов. Айда рубить баблосы. А пыжиться несколько лет над разработкой новой ММО и РПГ, собирать команду из сотен сотрудников, платить им три года конкурентную зарплату, чтобы потом выпустить продукт, который в лучшем случае за пару лет выйдет в ноль. Где и останется, скорее всего. Кому оно надо? Говоря о будущем ММО и РПГ, есть и те, кто верит, что новое дыхание у них откроется только при развитии и последующей интеграции современных высокотехнологичных решений для игр, продвинутой VR, реалистичная физика, ну и возможность полноценного создания изменений окружающего тебя пространства. Но пока мы будем все чаще наблюдать, как более современные жанры и проекты теснят и заталкивают ММО и РПГ в архивы гейм индустрии. Ну что ж, если вам понравилось это видео, то лайк, шер, репост, ну если хотите. А всем спасибо, до связи.